Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков аналитики FIBA Group. И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Роман Шевченко. Роман, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич! Приветствую всех присутствующих! Сегодня у нас понедельник, я немного приболел, точнее, еще все никак не выздоровели, поэтому голос будет немного хрипловат. Сразу прошу прощения. У нас понедельник, соответственно, это недельный обзор. Экономический календарь на текущей неделе достаточно слабенький, поэтому рассчитывать на какие-то очень-очень сильные движения из-за статистики не стоит. Что может, в принципе, оказать влияние, если будут какие-то там неожиданные данные, то это у нас ВВП по Канаде будет в пятницу. Соответственно, если же там какие-то всплески будут, туда неожиданные, то, в принципе, движение может быть. Ну и в среду решение по, решение Банка Канады по процентной ставке, вероятность ее изменения очень низкая, поэтому, в принципе, там рассчитывать на какие-то, ну, прям грандиозные движения тоже не следует. Завтра у нас такой, ну, не очень прям важный показатель, хотя данные по ВВП Швейцарии, казалось бы, ВВП значимый показатель, но Швейцария реагирует на эти данные достаточно-достаточно так сдержанно. Выйдут неожиданно плохие данные, Швейцария сможет немножко просесть, но, в принципе, даже если мы посмотрим основе экономических календарей, то мы увидим, что этот показатель, он там с двумя звездочками, или если это бычий угол, с двумя бычьим уголом, то есть важность его умеренная. Так-то она на самом деле есть, что реакция рынка, ну, постольку, поскольку. Вот на что завтра все-таки стоит обратить внимание, это на данные по потребительской уверенности в Штатах. Все прекрасно знают, что именно эти данные в какой-то степени определяют экономическое здоровье Штатов, потребители очень оперативно реагируют и чувствуют на себе или же ухудшение, или же улучшение в экономике, соответственно, дальнейший рост, этот показатель понемногу начинает расти, дальнейший рост может, в принципе, немного укрепить доллар. Прямо рассчитывать на то, что взлетит доллар США на этих данных, или наоборот, там обвалится, да, вероятность все-таки не очень высокая. Для этого нужно серьезное отклонение от прогноза, там прогнозируется рост до 130.1 пункта. Соответственно, для того, чтобы был какой-то более-менее серьезный рост по доллару США, нужно, чтобы показатель взлетел, ну, сейчас я историю посмотрю. Ну, хотя бы до 132, даже до 133 пунктов. Такова вероятность, ну, вероятность такого сильного роста не очень большая. Все же, если она будет, то, в принципе, доллар может более-менее укрепиться на этих данных. Если же данные выйдут плюс-минус ухудшим прогноза, то рассчитывать на какие-то там сильные движения я бы не стал. Соответственно, что может повлиять на рынок, что может шатнуть, спровоцировать какое-то там движение более-менее сильно. Это, конечно же, комментарии, это, конечно же, дополнительная информация по торговой войне. Все это, в принципе, так или иначе может отразиться на ситуации. Как вижу рынок я? Передо мной выступал Юрий. Очень интересный подход. Торговлю против тренда. Я же все-таки торгую по тренду. Вполне возможно, это обусловлено тем фактором, что я в большей степени торгую краткосрок, но максимум там средний срок, удерживая позиции на неделю, ну там когда-никогда там до двух недель получается. Я вижу сейчас ситуацию следующую. У нас относительно широкая область поддержки, это 96, 85, 97, 0,5 по индексу доллара США. И у нас есть, уже теперь сформировалась область сопротивления 98,00 и где-то 98,20. Вот эти вот две зоны являются на данном этапе основными. Индекс удерживается, ну, прям если высчитать, то практически идеально в центре этой зоны. Торговать активно, ну, нецелесообразно. У нас есть, по сути, боковик. Все прекрасно знают, что в боковике, ну, не очень хорошо торговать. А внутри этого боковика, точнее, прям в середине боковика, и подавно, как бы, активная торговля нецелесообразна. Если перейти на часовочку, тут уже более-менее вырисовывается какой-то такой импульс вниз. И, казалось бы, можно сейчас пытаться искать точки входа на продажу, но я склоняюсь больше к тому, что все-таки лучше от доллара не отталкиваться. То есть, не смотря на доллара, а уже смотреть по парам. Поэтому индекс сегодня мы так быстренько пройдем, и все. По еврику. По еврику вообще здесь виден идеальный боковик. Три точки касания. Это 1.12.60. Ну, не три, в данном случае две точки касания. 1.11.20. Все прекрасно помнят, что это за уровень. Это очень сильный технический уровень, который был сформирован еще в истории. Он ложно недавно пробивался. Но, в принципе, движение вниз под этим уровнем не пошло. Сейчас стоит индекс над 1.11.80, также достаточно сильный внутридневной уровень. Кто находится в длинных позициях, в принципе, конечно, выходить не нужно, нужно находиться в них, оставаться. Кто планирует прямо вот сейчас покупать, на мой взгляд, это не особо целесообразно. Почему? Потому что основное движение у нас идет вниз, и сейчас мы находимся прямо в боковике. Если пробьют 1.11.80 вниз и закроются внизу, то я буду смотреть шарты с очень-очень маленьким объемом. Ну, где-то третью часть от стандартных объемов все-таки я рассчитываю на прорыв 1.11.20. И переворачиваться, то есть смотреть в сторону покупки только при условии фиксации выше 1.12. 60. У меня вот такая ситуация, при том, что покупки здесь будут также достаточно сложными, в том плане, что потенциал движения будет очень сильно ограничен. Ближайшее сопротивление будет 1.13.25. Потенциал будет очень маленький. Потенциал всего лишь будет 60 пунктов, соответственно, нужно будет пытаться взять, войти в рынок со стопом не более 20 пунктов для того, чтобы получить соотношение республики. Ну, то есть здесь мы видим боковик, волатильность очень низкая. Мы видим, что волатильность постепенно снижается, снижается. И это, конечно, для трейдеров, особенно для краткосрочной торговли, это не очень хорошо. По фунту ситуация, с одной стороны, лучше, лучше для продавцов. Вот у нас есть локальный максимум предыдущий, вот есть у нас сформировался сегодня максимум, соответственно, явно видно, что ниже предыдущего. Логично смотреть вниз. Плюс к тому же пробили 1.27.00, область 1.26.90, 1.27.00. Эту область мы пробили, давайте ее отмечу. Вот по вот этим минимумам мы смотрим, по вот этому максимуму. Ну и, собственно, вот у нас есть область. Сейчас, казалось бы, мы фиксируемся под ней, нужно дождаться закрытия дневки. В идеале, если бы мы долетели вот сюда, то есть, если бы было вот так вот, и вот, отскоки вот здесь в проторговочке, тогда можно было бы попробовать открыть первую сделку при пробое вот этого уровня доливать вторую, и при пробое 1.26.20 доливать третью позицию на продажу. Разворот первой покупки маленьким объемом я буду смотреть, если станем на вот эту вот синюю линию. Первый знак вопроса, буду присматриваться, готовиться, но, скорее всего, буду открывать длинные позиции. И вторую буду смотреть при пробое 1.27.90, станем сверху. Тогда можно будет смотреть краткосрочные покупки в область 1.28.65, 1.29.00. С расчетом на достаточно глубокую коррекцию. В этом случае потенциал движения будет порядка 140 пунктов, что, в принципе, для внутренней торговли, на мой взгляд, неплохо. Это есть. По валютной паре доллар-иена у нас существенных изменений ничего нет. Также боковик. Здесь у меня открытой позиции нет. По валютной паре доллар-канадец продолжаю следить. Мы с вами неоднократно обсуждали эту валютную пару. Вот этот вот боковик пытается эту область, уровень прорвать, проколоть уже не знаю, сколько раз. Пока что не вхожу, жду, чтобы уверенно стали выше 1.35.00. Именно дневочка закрылась. Тогда буду смотреть возможные покупки. Также у нас есть поддержка 1.33.80. У данного уровня у нас проходит трендовая линия. Давайте я отмечу. Это приблизительно где-то вот так. Фиксация под 1.33.80. Фиксация под трендовой линией. Буду рассматривать шорты. Первая поддержка у нас будет 1.32.00 ровно. Далее уже будем смотреть вот в эту область. 1.31.60, 1.31.80. Потенциал будет более-менее неплохим. По нефти, в принципе, ситуация с пятницей нисколько не изменилась. Долетели до 57.50, 58.10. Топчемся над этим уровнем. Ожидаемой коррекции к 60 долларам не произошло. Тем более к 60 долларам 50 центам. Поэтому словно говорить о том, что там какие-то потенциалы для коррекционного роста и торговых сигналов я пока что не вижу. Поэтому по нефти особо рассматривать какие-то там потенциалы нет. Более-менее интересная ситуация сейчас сложилась по австралийцу. Происходит консолидация и, в принципе, есть все предпосылки для открытия коротких позиций. Сейчас на часовочку перейду. У нас был такой ложный пробой. Но над 0.69.30, 0.69.35 спроса абсолютно никакого нет. Поэтому было принято решение открыть короткую позицию. Расчет на снижение где-то на 0.69.00. Порядка 30 пунктов. И тогда буду стоп-лосс убирать без убыток. Потенциал для движения вниз есть. Тренд у нас нисходящий. Отмечать здесь какие-то уровни достаточно сложно. Ближайшая поддержка у нас, можно сказать, отрабатывалась 0.68.30. Расчет на то, что попытаются толкнуть вниз. Объемы достаточно небольшие. Почему? Потому что спустились вниз. Спустились практически к историческим минимумам. Есть риск развития коррекции. Пытаюсь добрать последний импульс. И, собственно, в какой-то степени расчет на то, что смогут провалить. Если смогут провалить, тогда пойдем дальше очень быстро. Вот эта попытка достаточно непонятная. Был нарисован шпиль. Поэтому есть расчет на то, что долетят, может быть, не до самого низа этого шпиля. Но, в принципе, на движение вниз у меня расчет есть. Активно сейчас не торгую. Жду основное. Это по фунту. По фунту хотелось бы продолжить снижение. Потенциал для снижения здесь очень неплохой. Первая цель 1.24.80. Ну и, собственно, я думаю, что предпосылки к этому есть. Есть явная неопределенность по Брекситу. Очень много вопросов сейчас по Брекситу. Поэтому я думаю, что риск у фунта есть. Могут в краткосроке попытаться вытянуть пару вверх. Но это так, больше в краткосроке. Я все-таки рассчитываю на то, что фактор неопределенности возьмет свое. Если доллар плюс-минус начнет стабилизироваться, то пару к 1.24.80 еще толкнут смог. У меня вот такой краткосрочный взгляд. Ну и, в принципе, вы знаете, на прошлом деле я шортил фунта. В пятницу дополнительно пытался шортить. Вышел по безубытку. Там плюс 2 пункта. Ну, такое ни о чем. Поэтому пока что у меня вот такая ситуация. Я понял. Пошу прощения, я приболел. Я понял. Нет, ну вы хотя бы с нами. Сергей Боринчук вообще, наверное, слег, я так понимаю. Да, немножко у нас лето, жарко, кондиционеры. Ну и, собственно, такое. Я понял вас, ясненько. Это всегда каждый год. Так, поэтому неудивительно. Роман, я вижу, что Павел Каспаров комментирует, торговля против тренда или по тренду весьма условно. Все зависит от периода графика. То есть я так понимаю, Роман, что Павел Каспаров торгует так. Вот, допустим, купили фунта. На первой минутке идет против нас, ага, значит, мы пятиминутные трейдеры. На пятиминутке пошло против нас, ааа, мы пятнадцатиминутные трейдеры. На пятнадцатиминутке пошло, значит, мы часовые трейдеры. На часовые против нас, значит, мы четырехчасовые. И так до, так сказать, месячного графика. Я просто, знаете, как отношусь к трендам, в принципе, на валютном рынке. Роман, у меня вопрос. Вы также это поняли? Или вы думаете, там есть какая-то другая идея вообще, которую мы с вами не до конца вот в этой фразе поймали? Я смотрю на эту ситуацию каким образом? Что тренды, ну, даже не на эту ситуацию, на понятие трендов. Я в рынке, ну, плюс-минус достаточно давно, с двенадцатого года общаюсь с большим, могу сказать, да, с уверенностью, с большим количеством трейдеров, начинающих, опытных, различных. И, знаете, когда там слышишь от людей, которые торгуют, и они торгуют не первый день, что на часовом графике тренд у нас такой-то, ну, для меня это очень дико. Почему? Потому что в моем понимании тренды можно смотреть от дневного, даже, в принципе, недельного графика. А если мы посмотрим на валютный рынок, то на недельном графике, ну, в основном боковики. Ну, вот объективно говорят, да, широкие боковики, но они боковики. С периодическими какими-то движениями до полутора лет, как правило. Соответственно, в моем понимании тренды, это вот если мы откроем индекс S&P 500, допустим, то там явный восходящий тренд с определенными глубокими коррекциями, вот это тренды. А на валютном рынке, ну, как таковых трендов, в принципе, нет. Поэтому я торгую, я себя позиционирую как трейдеры, которые торгуют по тенденциям. Это такие, там, двух-трехнедельные, может быть, там, до, там, трех-четырех месяцев. Если смотреть сейчас рынок, индекс доллара США, там, ну, давайте возьмем валютные пары евро-доллар, фунт-доллар, ну, это боковики. Это не тренды, это боковики, даже если их смотреть не на недельных графиках, на четырехчасовых, на дневных графиках. Но я все-таки, мне эта идея понравилась, я сегодня прослушал, мне там удалось выделить время, чуть раньше прийти, послушать теория. И мне его подход понятен. Просто человек торгует долгосрок, и моим одним из торговых сигналов как раз и является тоже такой же самый подход. Это торговля на недельных графиках, просто я о ней практически никогда не говорю, потому что, ну, такие сигналы у меня появляются очень редко. Я жду, когда на недельных графиках цена приходит к предыдущему максимуму, ну, допустим, на восходящем движении, и по мере приближения к этому максимуму, где-то пунктов за 100, ну, если возьмем, там, евро-доллар, фунт-доллар, да, такие валютные пары, пунктов за 100 я по чуть-чуть, по чуть-чуть, очень мелкими объемами начинаю продавать с расчетом на то, что будет коррекция, там, в 500-400 пунктов. Ну, бывает такое, что даже этот уровень может пробиться на 100 пунктов, это ничего страшного, потом полетит глубокая коррекция и заработаешь еще больше. По всей видимости, где-то вот приблизительно такой же подход и у этого человека, и это классно, но тут нужно четко понимать, что это классно для трейдера, который может себе позволить набирать позицию и с позиции психологии, удерживая, да, длительное время, и второе, с позиции депозита. Но депозит – это второй момент, почему? Потому что, как это правильно сказать, можно сильно уменьшить объемы, очень сильно уменьшить объемы, допустим, там, центровые даже счеты, можно очень сильно уменьшить объемы, и выжидает достаточно глубокие коррекции просадки. Для меня намного важнее, я понимаю, что для многих трейдеров, наверное, для 99% будет сложнее психологический фактор. То есть, выдерживать достаточно глубокие просадки с расчетом на разворот. Я понял вас. Вот такое у вас прочтение идеи Павла Каспавла. Ну, вот Константин Ставрополь справедливо пишет, он знает, что я вообще это не понимаю, и он пишет, Игорь Николаевич, подскажите Роману, что единственное правильное – это минутный тренд. Константин, вот молодец, вот умеете, умеете вы вовремя сказать. Нет, ну реально, люди зарабатывают, Константин, согласитесь, люди зарабатывают, это хорошо. Павел Каспаров хочет слово сказать. Да, Павел, заходите к нам. Добрый день. Сейчас мы узнаем. Мне приятно, что выступает человек, который понимает разницу между тем или другим, о чем он говорит. Потому что он обосновал же сейчас, что и как может быть, и почему это может быть. Ведь вот это обоснование, и есть путь к пониманию. Согласитесь, Роман, да? Да, конечно. Обоснование, понимание того, что вот это так, вот это так, а вот это так. Так, дело в том, что проще всего, как говорится, ну, Форекс жестоко наказывает категоричных. Причем не просто жестоко, он скрелку. Вот. Приходят люди и говорят, вот я вот это, я вот это, я вон то. Да нет, в основном, например, короткопериодные графики можно сразу, так сказать, голову не морочить. Учиться, учить вообще, обучать людей, у которых график более чем, ну, 6 часов, это 6 часов для меня, это как для них минуты. Вот. И учить человека, который не понимает, что количество, как бы, тех же пробоев, отбоев, разворотов, на чем меньше период, тем чаще ты будешь ошибаться. Этот период, согласный Роман, да, со мной, вот он сразу закивал, вот приятно, просто общаться, как говорится, с человеком, который в курсе дела. Ну, я правда работаю на Форексе, но я до этого еще, так сказать, на бирже натренировался, как вот говорят, но не защищают биржи, как вот ярые сторонники. Я был еще в 96-й году, наверное, на МВБ, там вообще зоопарк был тогда, и письменные, письменные указания, ордера, она сильно поднос собирала из Москвы. Что ей кричали вслед, я не буду воспроизводить. Она медленно шла своей походкой. Ей кое-что кричали вслед, что она нам быстрее севелила. Значит, все это по телефону. Ну, вообще, представляете себе, зоопарк какой, по телефону. Ну, сильно было, не попадало. И, значит, вот я с шестого года на Форексе, таком, на трейдинге, интернет-трейдинге. И вы знаете, очень редко попадаются люди, вот типа Романа, которые могут понимать разницу, что, такие люди могут торговать, собственно, где угодно. Они могут торговать и на секундах, и на минутах, и на чем угодно, но они при этом отдают себе отчет о том, что делают. А вот 99%, которые Романа поднимают, они изобретаются и химеру какую-то, понимаете. И вот это и химере следует. Эта химера приводит к жутким потерям. Вот не сегодня один мальчик, вроде умный, хороший, толковый мальчик написал, что ну, как же вы там зарываете без топ-трейда? Не буду я сих пор у вас учиться. Не учить. Но проблема другая. Ну, 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 торгуем без топ-трейда, без топ-лота. Значит, я, да, я торгую без топ-лота, но вы, Роман, прекрасно понимаете, что есть способы торговли без топ-лота для всяких проблем. Самое главное, чтобы человек понимал, что money management это не уменьшение входного лота до бесконечности для собственного спокойствия. Надо понимать разницу, где на факторы расчерчивания графика влияет влияет твой разум, а где подкорка. Если ты в состоянии, так сказать, определять money management с помощью разума, ну, вот, я надеюсь, что у меня это получилось. Тем или иным способом, потому что даже мои ученики не знают трех основную форму. но тем не менее, не менее, еще раз прошу всех, не делайте себе химер. Вообще, первая заповедь, если все вот так вот хоть немножко помнят, из детей заповедь первая-то самая главная какая? Все называют там не убей, не пролюбодействуй. Да первая заповедь не сотвори себе кумира. Не сотвори себе кумира. Не выдумывайте себе истину и тогда вы в конце концов ее постигнете. Потому что мне, собственно говоря, мне хочется, у меня такой возраст уже, мне хотелось бы научить вас всех. Но мне приятно иметь дело с людьми, которые понимают, вот как Роман. Ну, где же подумаем? Как вас размножить? Что у вас было больше таких, как вы? Павел, самая большая сложность в том, что удержать позицию долго никто не может. А не надо ее удерживать. Вот это нужно ее удерживать. Роман, вы знаете, в чем проблемка? Значит, вот сейчас вы на МТ-4, да? Да, да, да. Я вот вижу психологию МТ-4, удержать позицию долго. Уходите с МТ-4, я научу вас не удерживать позицию долго. Понимаете, с позиции надо работать и с ней можно работать, так сказать, хоть вбок. Вот когда меня спрашивают, куда открываться, хоть вверх, хоть вниз, я говорю, вбок открывайтесь, пацаны, вообще идеальная штука. Потому что, ну, извините, Игорь Николаевич, но просто приятно поговорить с человеком, который в курсе дела. Это настолько редко. Роман высокопрофессиональный специалист, поэтому, без сомнения, мне просто приятно пообщаться с человеком, который понимает, о чем говорит. Потому что, ну, большинство, значит, вот, страшно категоричные, как говорится, совсем не узок круг этих революционеров, их толпа, но они категоричны для невозможности. И орут так, что не только Герцин проснется, а все остальные тоже. Вот вам недавно написал Горьше Сорокин, что он как, а он совсем недавно, он месяц назад закончил обучаться, он как изучил систему Каспарова, он начал спать. Правильно, а зачем тебе не спать? Что тебе там делать для компьютера? Я всегда говорю, да не решайте вы зарабатывать деньги. Я, например, за сегодняшний день вообще еще не взглянул никуда. что где-то взглядывать, когда спящий день? Что ты там смотрел? Сегодня выходной день, сегодня такой вялый, поэтому я особо не торгую. Правильно же, Роман, да. Что там, что там вбалить глаза? А вот что касается вот этой вот психология, это психология от 4-го, удерживать позицию. Значит, пожалуйста, ну вот кому как, ну, учение света, а не ученых тьма. Ничего не поделаешь. Спасибо большое, Павел, за ваше мнение. конечно. Аминалом Роман за то же, взаимодействие, что происходит. Потому что тот, кто представляет, тот может вообще что-то делать, а кто занят, как я, сахимерой, которая его буяла, и вот он решил, что он на этом графике вот это, а потом будет вот то. МТ-4, игровая, игровая площадка, ее когда-то, ребята, которые когда-то ее делали, мне об этом сказали первый раз 10 или 12 лет тому назад. Я говорю, слушайте, пацаны, а зачем это? Они говорят, ну, это понимаешь, как-то вот так вот, вот у вас там есть, вот никто не хочет торговать, вот углубляясь вдаль, немножко, прошу простить, углубляясь вдаль. Вы знаете, что единственная правильно отражающая биржевой программой, если уж на то пошло биржевой платформой, которая работала и все поначалу, это на форекс-клуба был, на форекс-клубе был Румус. Румус, он делал все прибамбаты, он и нетинг делал, то есть он циренировал позиции, он и отсекания делал в конце периода, что все, кто попытался торговать, это ну жутко, для обыкновенного трейдера это жутко, потому что они, как правило, мама не соблюдают в конце дня, у него как полгепозита отъезд, то он все, он уже в стране. Значит, но, прошу заметить, вот сейчас меня видно на экране, вот эта вот поза, печальный демон, дух изгнания, да, вот демон там в кислородском парке, да, вот так вот, он отвертся и думает, да, а все остальные, вот 99, о которых Роман говорил, у них простите руки, вот они открывают позицию, где-то на второй минуте, они понимают, что они открылись неправильно, у них руки переезжают, я, ну, тут не видно, но я показываю, куда, вот они держатся там двумя руками, какая тут головная мысль, о чем тут головная мысль, даже не головная боль, потому что тут уже только подкорка, там, возможно, боль уже и не чувствуется, у некоторых, больше всего. Именно вот так, спасибо, спасибо. Поняли вас, Павел, спасибо большое вам за вашу точку зрения, друзья, это была пятиминутка пиара МТ-5. Да не пиарю я никого. Я бы не пиарил, мне просто вас жалко, ребята, ну, ну, не мучьте вы себя, господи, я научу вас, как жить на этой штуке, легко, ведь я не изобрел ничего, все, что я сделал, все, что я придумал, укладывается в рамки пятого класса. Я понял. когда я тебя изобретал, у меня получился вот такой вот стопарик бумаги, да, причем там были формулы, совершенно нехилые, там и числовые ряды были, и все, что угодно. У меня два компьютерных гения на меня старались, два компьютерных гения, я не шучу, это Чернянский и Волочай, это два компьютерных гения старались для меня. Но когда я все это сделал, и понял, что я посмотрел на вас, и думаю, да, надо делать пользовательский вариант. Так вот, на пользовательский вариант у меня ушло больше времени, чем я сделал это все, понимаете? А вы тут же пользовательский вариант, которым ребята пользуются, мне настолько жаль, когда я ему и ребятам учусь, он Юра тоже смылает, так что неужели непонятно. Но опять-таки, все, кто приходят ко мне, по началу говорят, не может быть, но я им говорю, ну вот Чехов, письмо к ученому заседу, там как раз эта фраза, этого не может быть, потому что не может быть никогда. там ученый-сосед, как говорится, писал некоторому научному действию. Вот. То же самое у Генри есть рассказ гениальный, кто выше. Вот там сравнение, как говорится, казино, ну, будем так говорить, условно, валютного рынка и фондового рынка. В конечном итоге, все как градул фонда выразить. Ясно. Гениальное, гениальное вообще произведение. Ребята, это написано сто с лишним лет тому назад. Актуальность стопроцентная. Ясно. Так же, собственно, как у Чехова. Поняли вас, Павел. Спасибо большое. Я никого не пиарил, ясно слово. Я понял. Спасибо большое. Это, друзья, был Павел Каспаров. Ага, Павел, если так, ага, отлично. Павел Каспаров со своей точкой зрения по рынку. Напомню только, друзья, что когда Павел Каспаров говорит, позвонил мне мальчик, то это имеется в виду молодые люди в возрасте до 40 лет. То есть, не надо думать, что это 15-летние дети, не понятно. Просто с точки зрения Павла уже, конечно, мальчик, он такое широкое понятие имеет. Роман, спасибо вам огромное за ваш обзор, комментарии по рынку. Вам хорошего дня и удачи сегодня. Спасибо, Иван. Всем удачи. До встречи. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok